Хотелось бы увидеть своими глазами, как происходит переработка мусора в связи с тем, что у нас оплата за мусор увеличилась. Нельзя уничтожить, но можно переработать. На последнем форуме «Управдом» председатели Совета многоквартирных домов обратились к региональному оператору Хартия с просьбой рассказать, как в Щелкове организована технология раздельного сбора мусора. И такая экскурсия состоялась. От контейнерной площадки до вторичного сырья. Сейчас мы видим, как перерабатывая мусор, это пластик, бумага, картон, стекло, погружается в синий мусоровоз и отправляется на мусоросортировку. Так начинает путь бытовые отходы. Мусоровоз, а следом за ним и автобус с «Управдомами» отправляется на комплекс сортировки в Подмосковный Реутов. В пункте назначения под прицелом видеокамеры машину с мусором взвешивают и направляют в цех для разделения ТБО на фракции. Сейчас мы пойдем с вами к ленте. Она синего цвета, которая сортирует отходы по фракциям. То есть стекло, металл и пластик. В закрытом ангаре многотонный мусоровоз опустошается. Его содержимое поступает на ленточный транспортер к магнитному сепаратору. Так на первом этапе из общей массы отбираются металлические фракции. Остальное поступает на следующий транспортер. Хорошо отмечать мусор друг от друга, да? Что надо сделать? Надо побыстрее работать, пошутить. Опыт, опыт надо. На ленте стоят специалисты, которые уже сортируют отходы по фракциям. То есть это пластик, стекло, металл и бумага. Допустим, пластик, он уже выезжает прессованный в кипы. То есть он уже отобран, спрессован и попадает вот сюда на раздельную станцию. И уже когда он уже переработчиком поступает. Точно так же по кипам сортируются картон и алюминиевые банки. В отдельный контейнер помещается стекло. Всё это сырьё, из которого изготавливают новые полезные предметы. В год комплекс в Реутове сортируют до 200 тысяч кубометров отходов. По 50 мусоровозов ежедневно. Хартия заключила договор с семью сортировочными комплексами в планах создания собственных. Сюда свозятся сейчас отходы, которые образуются на городском округе Балашиха, Реутов, Черноголовка, Щёлково, Фрязино. В целом справляемся, конечно. У нас в компании Хартия запланирована также и ведётся работа по строительству двух комплексов. По сортировке отходов. Также комплексы по переработке отходов. Пустой мусоровоз из Щёлково снова взвесили. Разница в 2 тонны 900 килограммов и есть объём сортированного мусора. С отметкой о приёмке ТБО водитель может считать свой рейс выполненным. Так называемые хвосты, то, что не удалось переработать или жильцы не сортировали, поступают второй раз на конвейер и здесь уже вручную сортируются по фракциям. В тарифе на вывоз мусора его транспортировка составляет до половины затрат. Было бы, наверное, экономически более выгодно в муниципалитетах. Как можно ближе к месту положить свои мусоросортировочные комплексы. Часть издержек всё-таки можно сократить. Задействовал сортировочную станцию на Заречной в Щёлкове. Мы в курсе этого комплекса по сортировке отходов, который находится в Щёлково. Сейчас, скажем так, к нам обратилась администрация местная с просьбой о вывозе оттуда отходов. Там очень большие навалы отходов, которые мы, как региональный оператор, на сегодняшний день занимаемся вывозом. Насчёт планов компании забрать эту сортировку себе пока говорит преждевременно. Но как один из вариантов мы рассматриваем, что эта сортировка будет включена в территориальную схему. И только после этого, возможно, мы уже будем использовать. Сегодня мы увидели, что мусор, который вывозится из Щёлково, сортируется. Потом будет вывозиться дальше на вторичную переработку. Это же замечательно. Мусор сортировать нужно. Мы посмотрели, как это происходит. И если будет налажена такая сортировка мусора, будет чистота в городе, то мы, в общем, конечно, это всё будем одобрять. С твёрдым убеждением, что отходы надо сортировать на этапе мусорной корзины. Михаил Налётов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щёлково». Продолжение следует...